Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. Тема сегодняшнего видео уже на самом деле набила оскомину, потому что споры об этом не утихают, просто постоянно спорят все агрономы между собой, садоводы-любители между собой, а вопрос касается использования яичной скорлупы на приусадебных участках. Почему я решил коснуться этой темы именно сейчас? Да просто потому, что за последние два года вышло очень много статей, которые, как мне кажется, ну реально закрывают практически все обсуждаемые вопросы. Первый вопрос, самый главный, наверное, который интересует многих, является ли яичная скорлупа действительно чудо-удобрением? Так вот, по законодательству Соединенных Штатов Америки в области землепользования яичная скорлупа является удобрением, при этом полностью отвечающая экологическому землепользованию, при этом делается ставка на то, что яичная скорлупа не подвергалась вывариванию, при этом ее состав по-настоящему удивляет. И я вам приведу, скажем, этот список веществ, которые в научных исследованиях было точно доказано, присутствуют в яичной скорлупе. Итак, там присутствуют углерод, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, микроэлементы медь, железо, марганец, цинк, бор, молибден, непитательные металлы, такие как барий, кобальт, хром, свинец и натрий. При этом следует отметить, что несмотря на наличие таких названий, как кобальт, свинец, не стоит пугаться, они там находятся в физиологических концентрациях, которые присутствуют и в нашем с вами организме. Так вот, при этом еще раз отмечу, что это касается не вываренных яиц. Если мы яйца варим, и скорлупа подвергается такому термическому, термической обработке именно в воде, то все эти вещества, ну не все, а большая часть выходит в отвар. И, соответственно, состав будет другой. При этом воду, в которой варились яйца, абсолютно уместно использовать в качестве полива домашних, комнатных растений. И это будет буквально идеальное удобрение минеральное, в которое все минеральные вещества очень хорошо сбалансированы. Я надеюсь, первый вопрос закрыт. Второй вопрос, по которому возникают очень часто споры. Можно ли с помощью яичной скорлупы раскислить почву? И в этом споре правы обе спорящие стороны. Абсолютно достоверно показано в научных экспериментах, что яичная скорлупа, которую мы используем в размерах, нам доступных в бытовых условиях, то есть целиком, либо даже если мы ее вот так вот помнем, в этих размерах яичная скорлупа раскисляет почву точно так же, как ее раскисляет обычный песок. То есть никак. Кто бы как ни говорил, но в таком виде яичная скорлупа не способна хоть как-то технически или физиологически измеряя любыми средствами раскислить почву. На это способна только измельченная яичная скорлупа, которую мы можем получить только используя механические средства размельчения. Допустим, кофемолку. Показано, что несмотря на то, что яичная скорлупа в целом виде никак не раскисляет, яичная скорлупа перемолотая в размерах пудры яичной, раскисляет почву гораздо сильнее, чем это делает известняк доломитовая мука. И по своей эффективности яичная пудра, пудра яичной скорлупы абсолютно близко подходит под использование чистых щелочей в эквивалентных количествах действующего вещества. Таким образом, мы закрываем этот вопрос в споре. И третье. Использование яичной скорлупы в компосте. Показано, что яичная скорлупа в компосте очень долго разрушается и перерабатывается, но это не делает ее абсолютно бесполезной, потому что яичная скорлупа даже при крупных ее размерах выступает очень хорошим разрыхлителем и структуризатором почвы, а также компоста самого. Потому что потом, и когда мы компост с неразрушенными остатками яичной скорлупы используем для удобрения и внесения в почву, яичная скорлупа попадает туда и абсолютно хорошо выполняет как раз функцию разрыхлителя. При этом, если же мы используем яичную скорлупу, измельченную примерно до размера песка, она очень хорошо привлекает в компост дождевых червей, потому что известно, что дождевые червы используют в своем пищеварительном тракте песчинки для улучшения переваривания органики. Поэтому, если вы внесете в компост измельченную яичную скорлупу примерно до размера песка, то это абсолютно четко и показанно привлечет дождевого червя. Они там будут буквально очень процветать. И при этом стоит заметить, еще раз отмечу, что я не говорю это на основе каких-то лайфхаков или где-то услышанных истин. Эти исследования абсолютно достоверны. И беру я их на основе научных статей, выпущенных в зарубежной литературе. Четвертая тема для спора. Это использование скорлупы для того, чтобы отпугнуть, либо как-то препятствовать нашествию слизней. Показано, что яичная скорлупа абсолютно не влияет на жизнедеятельность слизней, улиток и других моллюсков. Их не режет, не царапает и никоим образом не отпугивает. Но при этом ученые, конечно же, неупрямые козероги. Они делают небольшую оговорку, что вполне возможно из-за того, что они не изучали всех моллюсков подряд, что существует где-то какой-то хромой, косой и слепой моллюск, который споткнется таки о яичную скорлупку, упадет и отсечет себе голову второй скорлупкой. Но это не точно. Пятая тема для спора. Это, конечно же, сальмонеллез. Сальмонеллез на скорлупе. Да, он бывает. Сальмонеллы встречаются на скорлупе. Однако спорить по этому вопросу, будет ли заражение сальмонеллезом в случае использования яичной скорлупы, немножко не очень корректен. Хотя бы по той причине, что до того, как нам использовать скорлупу, мы яйцо явно как-то использовали у себя на кухне. То есть мы его трогали, мы его разбивали. И если мы не боимся заразиться сальмонеллезом у себя на кухне, то явно мы не заразимся сальмонеллезом от использованной яичной скорлупы у нас на грядках. Поэтому даже если мы допустим, что на скорлупе присутствует сальмонелла, после того, как мы внесем скорлупу, скажем так, в компост, или же просто выбросим на грядки, то скорее всего сальмонелла будет, скажем так, инактивирована, убита, переработана почвенной микрофлорой, потому что это место не очень подходит для ее обитания. Шестая тема для споров. Можно ли использовать яичную скорлупу для рассады? Ну и тут тоже, что самое интересное, есть научные эксперименты, и показано, что да, можно, только в том случае, если рассада не крупных растений. То есть нам не нужно через какое-то время из довольно маленького объема яичной скорлупы пересаживать рассаду в более крупные емкости, затем еще раз уже в почву. А если же рассаду сразу же из яйца высаживать в открытый грунт, для этого нужно только яичную оболочку скорлупу разбить аккуратненько и поместить в почву. В таком случае, конечно, препятствий для использования нет, и более того, если яйцо, вернее, скорлупа не была выварена, то микроэлементы, конечно же, неким образом, минимально, правда, но помогут рассаде быть более здоровой. Вот, наверное, и все основные вопросы, которых я хотел затронуть. Поэтому оставляйте свои комментарии, конечно же, согласны вы с научными исследованиями и с тем, что я сказал или нет. Пишите, какие темы вам хотелось бы, чтобы я еще затронул. Оставляйте лайки, нажимайте на палец вверх, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну и до скорых встреч, будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!